Дорогие друзья, добрый вечер от имени меня и всех членов жюри. Мы очень рады, что здесь в Москве собрались такие просто невероятные музыканты. И я очень важную вещь сейчас хочу сказать, это то, что у нас сегодня есть пять победителей. И все дети, которые выступали сегодня, это просто потрясающие музыканты. И это мнение мое, это мнение наших членов жюри, это мнение всего зала, это мнение тех людей, которые следили за нашим конкурсом по трансляции. Мы, конечно же, сейчас назовем имя победителя, но поверьте мне, что мы еще будем долго и долго слышать и помогать, делать концерты и сотрудничать с самыми разными способами со всеми теми, кого вы услышали сегодня. Дорогие друзья, добрый вечер. Мы здесь, чтобы выяснить название наших победителей, но я бы хотел сказать, что сегодня мы не имеем в виду пять победителей, потому что все дети, которые мы получили сегодня, которые мы получили сегодня, которые мы получили музыканты, они уже очень успешные музыканты. Поэтому мы действительно должны использовать нашу иммунитазию для того, чтобы понять, что будет происходить в два, пять, пять лет. И я думаю, что я могу сказать, кто победитель первого в первом Вадиме Крайнееве в первом конкурсном конкурсии. Победителем первого московского международного конкурса и Минокрайнего стал Шио Окуи. Я сейчас назову те оценки, которые получили ребята в этом туре, но эти оценки были также суммированы с предыдущими турами и по результатам, по сумме баллов победила Шио Окуи. Но я сейчас назову также оценки других людей. В сумме баллов Шио Окуи получила 4,1. Победитель первого конкурса. Сейчас я объясняю, что мы снова победили за этот раунд. И затем мы получили некоторые результаты для первого и второго раунд. И с этим суммом, Шио Окуи получили 4,1 конкурс. Потом мы получили Мария Клименко с 6,3. Александр Малафи, 6,7. Роман Барисов, 10,2. Александр Малафи, 6,7. Уважаемые жюри решили присудить специальными, скажем так, пошлительными. Пожалуйста, Александр Малафи. АЛЬКОЙ СООБЩЕНИЗОКУ. Пожалуйста, Александр Малафи. АЛЬКОЙ СООБЩЕНИЗОКУ. АЛЬКОЙ СООБЩЕНИЗОКУ. Продолжение следует...